Покупалкин Стокшот Стокшот Это сама пушка и 4 заряда Всё, больше ничего здесь нет Ну, с одной стороны больше ничего и не надо Потому что стрелять мы этим можем А с другой стороны было бы хорошо положить побольше стрел Хотя бы, ну, штучек 10 Или там хотя бы 8 А то 4 как-то маловато Потеряется одна и всё, типа неполный комплект Немного странно, что на оборотной стороне коробки Про эту модель нет ни единого упоминания И это учитывая, что коробка-то от неё Визуально пушка очень похожа на Баррел Страйк, с той лишь разницей, что здесь приклад статичен. Правда, по этой же причине бластер ощущается более прочным и целостным, так как на нём нет откиной части. Но, несмотря на всё это, есть парочка вопросов, а скорее даже претензии к его эргономике. Во-первых, это приклад. Да, когда вы используете стокшот как приклад для более крупного оружия, он удобен. Но когда он используется как индивидуальная пушка, вот именно в таком виде, то приклад немножечко мешает и даже, можно сказать, натирает руку. Это не самое удобное, но это не критичная помеха. Приклад стокшота лично под мою руку самую малость не подходит. Но зато, если фиксировать бластер, держа за приклад, можно целиться намного более эффективно. Учитывая, что рукоят для хвата очень хорошо подходит, всё же не могу утверждать, как он будет лежать, например, в детской руке. Могу сказать так, мне держать стокшот удобно, и если бы не помеха в виде приклада, было бы вообще идеально. Также немного непонятно, недоработка это, или именно так и задумано было. То, что часть, которая может крепить эту пушку к основному нерфу, она вылетает при взмахе. Но она не вылетает и отваливается, она просто делает вот так. С одной стороны, скорее всего, так и было задумано, чтобы можно было в любой момент, то есть достать его, разложить и пристегнуть к нерфу. Но с другой стороны, если вы играете просто этим стокшотом, то у вас постоянно при опускании оружия будет происходить вот это. Это немного неприятно и даже как-то подбешивает. Хотя, опять же, вот эта часть в разложенном состоянии не мешает стрельбе. То есть стрелы вылетают так же, как и должны, и, ну, никакой помехи в этом нет. А если бы снизу была ещё одна перегородка, вот такая же, как сверху, им бы было удобно пользоваться даже вот в таком виде. Но, к сожалению, её здесь нет, и ваши руки постоянно будут задевать за патроны, если вы захотите брать его вот так за цевьё. Поэтому я советую использовать его всё же в сложном состоянии вот так. Что же до выпадения пуль, то... Насколько видите, они держатся абсолютно идеально, причём это пульки у меня не от этого нёрфа, то есть новые, а более-менее старые, которыми я уже пользовался. И посмотрите, ни одна пулька не выпадает, так что с этим никаких проблем нет, и вы явно не потеряете в пылу сражения один из своих зарядов, который, возможно, может решить исход этого самого сражения. Очень жаль, что нигде на бластере не разместили секции для запасных зарядов, и всё, что у нас есть, вот эти четыре стрелы. Ладно, хоть в открытом состоянии, прекрасно видно, сколько ещё осталось зарядов, чтобы вовремя их добавить. Заряжать его, кстати, также удобно в закрытом состоянии. Рамка крепления практически не мешает это делать. Порядок установки стрел, как и у любого многоствольного нёрфа, не важен. Стрелять он будет, даже если вставить одну стрелу в любой из слотов. Давайте уже перейдём, наконец, к тому, что здесь, наверное, самое важное и самое интересное. Это соединение этого нёрфа вот с этим. Для начала мы раскладываем этот нёрф и прищёлкиваем его вот сюда. Прищёлкивается он быстро, легко и достаточно прочно, то есть оторвать его не получится. Проделывать то же самое не на весу гораздо удобнее. К сожалению, другой большой пушки у меня нет, поэтому все тесты провожу на ICS-10 Battle Scout. Выдвигаем крепление и цепляем к слоту для приклада. Щелчок замка и всё готово. Крепление тут надёжное, но вот переход к самому стокшоту не вызывает особого доверия. Что касается прочности. Ну, с одной стороны, он выдерживает тяжёлую пушку вот так, но я бы не советовал так делать, потому что рано или поздно он, скорее всего, сломается. Также я бы советовал немного подскладывать приклад сам, чтобы было гораздо удобнее. То есть вот так он держится вполне удобно. Если его разложить на полную, то уже будет далековато и будет немного болтаться. То есть, смотрите, в чём дело. Приклад встаётся в ровном положении, а пушка двигается. Да, это небольшой недостаток, он немножечко мешает прицеливаться, но не настолько, чтобы это было невозможно. Поэтому, думаю, на такой момент обращать внимание особо не стоит. Учитывая, что это именно пушка, а не просто приклад. Что же касается снятия, то здесь всё уже не так гладко и не так удобно. По идее, казалось бы, то есть, зачем нужна такая пушка? Если у вас закончились патроны в основном оружия, или его заклинило, или ещё что-то случилось, или вам надо разделить его быстро, чтобы пострелять там в две стороны, например, то вы, по идее, могли бы быстро отстегнуть стокшот и начать стрелять из него. Но не тут-то было. Чтобы его снять, нужно вот так вот двумя пальцами подвинуть крепление, и после чего он уже снимется. И, знаете, как я и не пытался, быстро это сделать не получается. Ну, быстро не уронив второй нерв. То есть, конечно же, можно сделать, например, вот так. Но это не очень удобно, и вам в любом случае придётся переставить руку. Давайте ради эксперимента попробовать. То есть, я стреляю из этого нерфа. То есть, стрелять я буду из него вот так в любом случае. Тут у меня заканчиваются патроны, мне надо переставить руку и снять. И, в принципе, знаете, я, наверное, даже погорячился с тем, что он неудобно снимается, потому что 2-3 секунды — это не такой уж и плохой результат. Особенно, если учитывать, что с каких-то других нерфов, вот не с этого, он сниматься будет гораздо быстрее и удобнее. Опять же, на рабочем столе сборка и разборка происходят гораздо быстрее и нагляднее, поскольку не нужно прикидывать, куда нажимать, чтобы снять приклад. Ну и, собственно, тут это получается, ну, совсем легко. Жалко, что в реальных условиях во время игры так сделать не получится. Вопрос о том, удобно ли будет пользоваться левшая или правшая этим прикладом, тут вообще не стоит. Он абсолютно универсален и симметричен с обеих сторон. То есть вы можете использовать его как и с левой руки, так и с правой. Вообще никакой разницы в этом не будет, и всё зависит от того, какой рукой вы пользуетесь. Так что же мы получаем? А получаем мы средненький, но неплохой 4-х зарядный бластер уровня Barrel Strike, который, к тому же, можно закрепить на большой нерф и использовать как резервную пушку для себя или своего союзника. Знаете, в целом я доволен этой моделью, именно как вспомогательным оружием, и объективно это очень приятная моделька по внешнему виду. Если честно, по внешнему виду, в нерфах мне нравятся больше вот такие вот небольшие, но мощные пистолеты, нежели как огромные пушки, которые там стреляют автоматически или ещё какие-нибудь там дробовики. Вот такие мне больше нравятся, и я бы даже, наверное, два таких купил, и типа, стрелять из них с двух рук. Правда, это было бы не очень удобно, потому что каждый раз его нужно взводить заново. И, пожалуй, на этом я рассказал всё, что хотел и всё, что думал про эту пушку. Надеюсь, она вам понравилась, и вам понравился обзор на неё. Если так, то не ленитесь поддержать это видео лайком, подпиской на канал и нажатым колокольчиком. Также ссылку на эту пушку вы найдёте в описании под этим роликом. Если она вам понравилась, то переходите по ней, заказывайте себе и пользуйтесь на здоровье, потому что эта штука довольно полезная. На этом уже точно всё. С вами был Широ и канал Покупалки. Ещё увидимся. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok